Всем привет! Это видео о том, как создать дисковое пространство или зеркальный том в Windows 7, 8 или 10. Встроенная в Windows 10 функция «Дисковое пространство» дает пользователю возможность создавать из нескольких жестких дисков один виртуальный. С ее помощью можно осуществлять резервирование данных путем дублирования на нескольких дисках. Или объединить несколько жестких или SSD дисков в единый пул хранения. Дисковое пространство – это то же, что и RAID, только на настольном компьютере и с подключенными к нему жесткими дисками. Данная функция впервые появилась в Windows 8, а Windows 10 была усовершенствована. Дисковое пространство доступно во всех версиях Windows 8 и 10, включая домашнюю. Создать дисковое пространство можно с помощью соответствующего меню в панели управления. Для этого подключите к компьютеру все жесткие диски, из которых предполагается создание дискового пространства, и выберите в панели управления меню «Дисковое пространство». Создать новый пул и дисковое пространство. Выберите диски, которые необходимо добавить в пул и нажмите кнопку «Создать пул». Имейте в виду, что все данные дисков, из которых создается дисковое пространство, будут удалены. После создания пула необходимо настроить новое дисковое пространство. Присвоим ему имя и название. Выбираем букву диска. Именно с таким названием и буквой оно будет отображаться в Windows. Также выбираем файловую систему. Стандартную NTFS или новый тип системы REFS. В случае создания зеркального или пространства с контролем чётности, которые предназначены для защиты данных от утери, лучше выбрать тип системы REFS. Указываем тип устойчивости. Простой . Двухстороннее зеркало. Трёхстороннее зеркало . Для создания большого пула хранения без защиты от сбоя диска, выберите тип простой . Двухстороннее зеркало предполагает хранение двух копий данных на диске, а трёхстороннее – трёх. Причём каждая копия данных хранится в отдельном физическом диске. Дисковое пространство с типом чётность защитит в случае выхода из строя одного из дисков и будет иметь больший размер, чем двух- или трёхстороннее зеркало, но будет значительно медленнее. В зависимости от выбранного типа устойчивости, мастер установит максимально допустимый на данный момент размер дискового пространства. У меня это 147 ГБ. Но вы можете установить и больший размер пула данных. Это предназначено на тот случай, когда доступный объём подключенных физических дисков заполнится, чтобы иметь возможность подключить ещё один диск без необходимости вносить изменения в конфигурацию дискового пространства. После этого нажмите «Создать дисковое пространство». Созданное дисковое пространство появилось, как ещё один диск в папке «Этот компьютер». Такой диск будет иметь имя и букву, которую мы ему присвоили при создании и ничем визуально не отличаться от других дисков. С данным диском можно делать всё то же, что и с другими обычными дисками. Даже зашифровать его BitLocker. О том, как зашифровать диск с помощью BitLocker смотрите в отдельном ролике нашего канала, ссылка на который будет в описании. После создания дискового пространства можно снова перейти в панель управления для управления им или его настройки. Можно создать ещё одно дисковое пространство. Их количество ограничено только количеством подключенных к компьютеру физических дисков. Можете добавить диски или переименовать пул хранения данных. Изменить название или букву дискового пространства можно, нажав в меню «Изменить» в подразделе «Дисковые пространства». Чтобы добавить диски к существующему дисковому пространству, выберите «Добавить диски» и укажите диски, которые необходимо добавить. Выбрав меню «Оптимизировать использование диска», Windows равномерно перераспределит существующие данные по всем дискам. Если существующее дисковое пространство состоит из трёх и более физических дисков, то один из них можно удалить. Для этого разверните меню «Физические диски» и выберите ссылку «Подготовить к удалению» напротив диска, который необходимо удалить. В нашем случае такой ссылки нет, так как дисковое пространство состоит из двух дисков. После этого система перенесёт данные из удаляемого диска на два или более других физических дисков – дискового пространства. В результате ссылка «Подготовить к удалению» изменится на «Удалить». Удалённый из дискового пространства физический диск станет доступным в диспетчере дисков. Для возможности дальнейшей работы на нём возможно понадобиться создать новый раздел и отформатировать его. В управлении дисковыми пространствами пользователю также доступна функция удаления самого дискового пространства. Только имейте в виду, что все данные удаляемого дискового пространства будут удалены. В случае удаления дискового пространства станет доступным меню «Удалить пул», выбрав который можно полностью удалить пул хранения данных. Что же делать в случае утери данных из дискового пространства? Возможно ли их восстановить? В случае выхода из строя одного или нескольких дисков дискового пространства, процесс восстановления данных из него становится очень сложным и не может сводиться только к сканированию каждого диска по отдельности программой для восстановления данных. В таком случае данные не восстановятся или будут восстановлены повреждёнными. Исключением является только зеркальное дисковое пространство, которое создано как RAID 1, так как в дисковом пространстве такого типа на каждом из дисков создаётся копия данных. Сохраним на нашем дисковом пространстве файлы. Предположим в ситуации, что наше дисковое пространство или один из его дисков вышли из строя. Можем даже его просто удалить. Чтобы восстановить хранимые на нём файлы, запускаем Hetman Partition Recovery. Хоть дисковое пространство уже не отображается в папке этот компьютер, программа видит все подключенные к компьютеру физические диски. Я знаю, что одним из дисков зеркального дискового пространства был Western Digital. Просканируем его. После окончания анализа, найти и восстановить утерянные файлы или папки можно таким же способом, как и с любого другого диска. Находим папку, в которой хранились наши файлы и восстанавливаем их. Если вдруг в этой папке вы не обнаружили ваших файлов, или они не отображаются в окне предварительного просмотра или после восстановления, то проверьте папку «Глубокий анализ». Скорее всего они там. Файлы восстановлены. Ссылка на страницу программы Hetman Partition Recovery будет в описании. Как уже упоминалось в начале видео, функция «Дисковое пространство» появилась в Windows начиная с 8-ой версии. Но до этого системой также предоставлялась возможность создания дисковых пространств. Создать зеркальный, чередующийся или составной том в Windows 7 или более старых версиях можно, используя меню «Управление дисками». Чтобы создать дисковое пространство, используя управление дисками, необходимо два или больше подключенных к компьютеру дисков, которые будут не распределены. Если на диске, из которого планируется создать зеркальный том, будет создан раздел «Удалите его». Для этого кликните на нем правой кнопкой мыши и выберите «Удалить том». Имейте в виду, что это удалить из диска все данные. После этого снова кликните правой кнопкой мыши на диске, из которого предполагается создание дискового пространства, и в зависимости от поставленной задачи выберите тип создаваемого диска. Они в чем-то аналогичны типам устойчивости дисковых пространств, которые описаны в первой части видео. Так, простой том – это часть физического диска, который функционирует как отдельный физический блок. Это не что иное, как обычный логический раздел физического диска. Составной том соединяет области свободного пространства двух и более физических жестких дисков в один логический диск. Производительность у составного тома выше, чем у простого, а отказоустойчивость такая же. Чередующийся том является конфигурацией массива без избыточности и является ничем иным, как RAID 0. Такой массив предназначен не для надежного хранения данных, а для повышения производительности. Зеркальный том – это то же, что и зеркальное пространство или RAID 1. Он предназначен для защиты данных на случай возможного выхода из строя физического диска путем сохранения нескольких копий файлов. В случае выхода из строя одного из физических дисков в пространство, хранимые на нем данные останутся доступными с другого диска, на котором была создана их копия. Том RAID 5, так же как и четное пространство – нечто среднее между простым и зеркальным типом. Данные записываются с чередованием на нескольких физических дисках, при этом создается одна или две копии сведений и отчетности. Выбираю «Создать зеркальный том» и в появившемся мастере создания образа нажимаю «Далее». Выберите диск, который необходимо добавить до зеркального тома, кроме того, на котором изначально кликнули правой кнопкой мыши и нажмите кнопку «Добавить» «Далее». Назначьте букву диска. Присвойте тому имя и отформатируйте его. Прежде чем начнется форматирование, система предупредит о том, что преобразует выбранные для создания зеркального тома базовые диски в динамические. После этого запустится форматирование и преобразование дисков в зеркальный том. В окне управления дисками диски зеркального тома будут отображаться коричневым, а в папке этот компьютер как один из локальных дисков. Это всё. Если у вас возникли дополнительные вопросы – задавайте их в комментариях. Мы обязательно ответим на все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, удачи!